Добро пожаловать на передачу Голоса Анголы. Сегодня мы познакомимся с многообещающими молодыми ангольцами. Они учатся в музыкальной школе, которая изменила их жизнь. Они изучают классическую музыку, чтобы затем преподавать и исполнять ее своим соотечественникам. Оставайтесь с нами в Луанде, чтобы услышать эти молодые голоса Анголы. Эта школа изменила жизнь тысяч ангольских детей. На протяжении десяти лет симфонический оркестр Камунга полировал необработанные алмазы детских душ, превращая их в бриллианты. Оркестр для меня как родной дом, семья, место отдыха. Оркестр носит имя его основателя – Нтумбы Маламбы Камунги. Камунга означает небольшую вещь, которая рождается, растет и затем цветет. Наша школа выбрала это имя, потому что наш проект появился как нечто незначительное, а затем вырос и начал процветать. Действительно, все начиналось с малого. Росту способствовали пожертвования. В начале я работал с пятью ребятами, а затем школа начала расти. Сейчас в ней учатся 450 детей. Многие из тех, кто начинал здесь учиться в 2011 году, сейчас работают здесь учителями. Многие ученики проделали долгий путь от старой жизни к новой. Мы привели многих детей с улицы, из мира преступлений, наркотиков и проституции. Мы привили этим молодым людям, детям, подросткам, понимание того, как им следует жить и как вести себя в обществе. Одна из задач, которую решает школа – борьба с недоеданием. Если они плохо едят, то они и плохо учатся, потому что натощак и песни не поется. Ученики, в свою очередь, принимают на себя обязательства обучать младшеклассников. Мы все время им говорим, что рука, берущая бесплатно, должна и отдавать бесплатно. Обучение не всем дается легко, как, например, Келсону. Я водился с плохими людьми, с хулиганами. Однажды, попав на школьный праздник, Келсон познакомился со школой и пообщался с ее директором. Он спросил меня, «Мальчик, ты с нами?» Я ему ответил, что да, а он мне, «Тогда добро пожаловать, присаживайся и послушай». Мне очень понравилась игра основного оркестра, она растрогала мне сердце. Я захотел стать, как они. Я начал с альта, но три месяца спустя учитель заметил, что мое призвание – духовые инструменты. В семьях быстро замечают перемены в поведении. Мальчики начинают относиться к учебе с большим прилежанием. Но этот процесс не всегда однонаправленный. Келсон опять взялся за старое. Я поддался плохому влиянию. Я употреблял вещи, какие не надо. Это привело к легочной болезни. Тумба переживал из-за отсутствия Келсона. Кто-то мне сказал, учитель Келсон заболел. Я пошел к нему домой для разговора. Когда он постучался в дверь, я не верил своим глазам. Он сказал, ты мне как сын, а настоящие отцы не оставляют сыновей. Через несколько дней он снова пришел в оркестр. Когда он появился, я обнял его и сказал, добро пожаловать домой. Свои трудности возникают у учеников, приезжающих издалека. Как, например, у 13-летнего Дэлсио. Последние 7 лет каждый день я проезжаю 57 километров, чтобы попасть в музыкальную школу. Я делаю это, потому что я очень люблю играть на скрипке. Мне пришлось пойти на немалые жертвы, просыпаться в 4 утра, чтобы он успел в школу, потому что он очень любит музыку. Эта музыка у него в крови. Я люблю музыку. У того, кто любит музыку, есть смысл и цель в жизни. Я люблю музыку. Я живу ею каждый день. Никакая усталость или еще что-нибудь, дождь или что иное, не помешает мне приезжать сюда. Задача, которую решает школа, не ограничивается музыкой, как учитель сказал однажды Келсону. Ты будешь учить людей тому, что нужно взрослеть. Только так наша страна изменится к лучшему. То, чего добились маэстро и его ученики, экстраординарно. Не забывайте, что вы можете пересмотреть этот и другие репортажи на странице, посвященной Анголе, на веб-сайте Евроньюз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.